Вот так мы представляем сегодня макетом свою территорию. Мы находимся вот в этом здании, учебный корпус. Весь городок, это бывший городок военно-транспортной авиации, эскадрильи отдельной, которая базировалась техникой в Иркутском аэропорту, а личный состав здесь. Учебный корпус, вот эти три этажа, мы сейчас посмотрим, все, наша стоянка, вы так уже где вы увидите, да, богатая такая. Здесь вся инфраструктура спортивная, прогулочная, отдыхательная. А это здания, которые были, они стоят, но которые к эксплуатации непригодны, к сожалению. Экскурсию для гостей из столицы проводят сотрудники городского центра «Патриот». Здесь курсанты проходят азы до военной подготовки, занимаются с ними настоящие офицеры. Дети со школьной скамьи знают, что такое любовь к родине. И в это понятие входит не только служба в армии, кадетских корпусах. Элементарные вещи – не мусорить, помогать ближним, заботиться о родных. Этому и учат в «Патриоте». Сегодня его посещает директор центра «Авангард» Дарья Борисова и губернатор Игорь Кобзев. А цель визита такова. Безусловно, наша основная задача – это создание единого патриотического пространства и объединения под знаменем военно-патриотического образования и воспитания всех военно-патриотических клубов, объединений, учреждений, которые работают в этой плоскости. Поэтому это крайне важно и очень приятно и лестно наблюдать то, что здесь в области этот проект поддерживается и предполагается к реализации. Игорь Кобзев и Дарья Борисова также обсудили реализацию мер по совершенствованию работы, связанной с военно-патриотическим воспитанием. Глава региона обратил внимание, что в Приангарии разработана организационно-управленческая модель «Авангарда». Для его развития планируют объединить площадки центра «Патриот» и Суворовского училища, которые вместе будут выполнять образовательную и воспитательную программы. Сегодня мы планируем объединить все площадки, не только площадку центра «Патриот». Мы хотели бы использовать площадку ДСАФ, площадки Министерства обороны. Десять дисциплин, которые могут быть использованы на разных точках. Я думаю, для школьников десятых классов будет интересно посмотреть и воинские части, и посмотреть, как организована работа в ДСАФ, и посмотреть, как организована работа в нашем военно-учебном центре политеха. Дарья Борисова, в свою очередь, порекомендовала организовать при центре столовую и общежитие. Так и делают в учреждениях Минобороны страны. Мы сможем не только тех ребят, которые здесь на постоянной основе обучаются, но и проводить краткосрочные сборы для того, чтобы все школьники проходили курсы до призывной военной подготовки. И в планах провести сборы уже этой осенью для более чем двух тысяч учеников десятых классов и студентов средних образовательных организаций. Мадина Халикова, Новости сейчас.